Я очень рад, что после годичного перерыва, вызванного пандемией, мы можем опять проводить летнюю школу в Дубне. И, как вы хорошо знаете, три недели назад ушел из жизни великий человек Николай Николаевич Константинов, без которого лицо всей российской математики было бы совершенно другим. И совершенно другим было бы лицо и этой школы, гораздо менее ярким, менее глубоким и менее содержательным. И я хочу посвятить свою лекцию памяти Николая Николаевича. Лекция называется «Непрерывные дроби». Не стоит воспринимать это название чересчур всерьез, потому что непрерывные дроби – это такая огромная область, про которую можно думать и говорить с самых разных сторон, и она будет выглядеть совершенно по-разному. Я возьму только один кусочек, маленький кусочек, связанный с одной вполне конкретной непрерывной дробью, про которую у меня есть гипотеза. Я начну с формулировки этой гипотезы. Как ее доказывать, я не имею ни малейшего представления. Если у кого-то будут продвижения в этом направлении, я буду очень благодарен. Значит, непрерывная дробь, о которой идет речь, выглядит следующим образом. Значит, у нее в числителе стоит единица, а затем идет непрерывный бесконечный знаменатель. У знаменателя стоит единица минус С умножить на Т, плюс, что же там стоит? Там стоит С умножить на Т квадрат. Вот, это первая ступенька непрерывной дроби. Дальше С умножить на Т квадрат делится на единица минус С минус 2 умножить на Т, плюс, а здесь стоит 4С минус 3 умножить на Т квадрат, делится на единицу минус С минус 6 умножить на Т. Здесь стоит 9С минус 18 умножить на Т, ну и плюс 16С минус 60 умножить на Т квадрат, ну и так далее. Значит, сейчас вы мне скажете, по какой закономерности построена эта дробь. Значит, что стоит на Н-той ступеньке этой дроби. У меня есть Н-той ступенька. Что там стоит? Единица минус что? Да, С минус соответствующее треугольное число, то есть Н умножить на Н-1 умножить на Т. Дальше стоит плюс Т квадрат, что стоит в качестве коэффициента перед Т в квадрате. Н квадрат, совершенно верно, Н квадрат умножить на С, минус что? Значит, это число, это Н квадрат умножить на Н квадрат минус 1 разделить на 4. Вот такая вот непрерывная дробь, очень специального вида, к которой нужно относиться следующим образом. Значит, ой, я не сказал, какие предварительные знания нужны для понимания моей сегодняшней лекции. Основное предварительное знание состоит в том, чему равна такая сумма. Единица плюс Т, плюс Т в квадрате, плюс Т в кубе, плюс Т в четвертой, плюс и так далее. Значит, что это такое? Чему это равна? Что? Это геометрическая прогрессия. Равно 1 на 1 минус. Совершенно верно. Вот это то, что нужно знать, для того, чтобы, я надеюсь, моя лекция была понятна. Вот. Значит, эта дробь, если мы ее разложим по степеням переменной Т, то она примет следующий вид. Это будет единица. Дальше будет идти СТ. Когда мы единицу делим на единицу минус СТ, то согласно этому равенству у нас будет единица плюс СТ. Потом будет С умножить на С минус 1 на Т в квадрате. Потом будет С умножить на С минус 1 на С минус 2 на Т в кубе. С умножить на С в кубе минус 6 С в квадрате плюс 13 С минус 7 на Т в четвертой. И так далее. То есть мы получаем некоторую последовательность многочленов. Мы получаем некоторую последовательность многочленов. Давайте я элементы этой последовательности обозначу какой-нибудь буквой. какой же буквой мне их обозначить. Давайте я обозначу буквой ЛН. ЛН на Т в степени Н. Н меняется от нуля до бесконечности. Значит, ЛНТС – это многочлен, степень которого равна Н, со старшим коэффициентом единица и с нулевым свободным членом. Вот такая вот специальная последовательность многочленов. Значит, эта последовательность многочленов образует как бы левую часть той гипотезы, о которой я собираюсь говорить. Поэтому я нарисовал ее справа. Теперь правая часть гипотезы будет на левой доске. И она касается совершенно другого объекта. Объекта, который называется хордовая диаграмма. Хордовая диаграмма. Это объект очень простого вида. Это окружность, в которой приведено несколько хорд. так, чтобы их концы были попарно-различными. Окружность с набором хорд с попарно-различными концами. При этом две хордовые диаграммы мы считаем одинаковыми, если у них последовательности концов хорд совпадают. То есть вот мы можем занумеровать в конце этих хорд так, чтобы в конце одной хорды имели одинаковые номера. Ну и две хордовые диаграммы одинаковые, если существует способ занумеровать их хорды так, чтобы последовательность концов вдоль окружности была одной и той же. Вот тут, оказывается, можно усилить голос, если правильно подцепить микрофон. Вот. Меня будет интересовать функция на хордовых диаграммах. Функция очень специального вида, которая называется инвариантом чмутова варчинка. Значит, эта функция выглядит следующим образом. Итак, на пустой диаграмме она равна единице. Если в диаграмме совсем нет хорд, то она равна единице. На такой диаграмме. На диаграмме с одной хордой она равна С. Дальше. Давайте я буду… Это будет А. Это будет В. Это будет свойство С. Если наша диаграмма разделяется на две диаграммы. Понятно, да? Две разные диаграммы, склеенные между собой. Так что хорды из левой части не пересекаются с хордами из правой части. То эта функция такая же, как на произведение этих двух диаграмм. произведение значений функций на каждый из диаграмм. Свойство D. Свойство D. Вот тут у меня место кончилось. Свойство D такое. Если в нашей диаграмме есть хорда, которая пересекает только одну другую хорду. Есть хорда, которая пересекает только одну другую хорду. Давайте я эту хорду выделю каким-нибудь цветом. То мы ее можем выкинуть и умножить результат на С минус 1. Взять значение нашего инварианта. Эту хорду, которая пересекает только одну другую хорду, мы можем выкинуть. Заплатив за это цену, умножение значения нашего инварианта на С минус 1. Давайте я это перерисую. Оставив только... Мне просто нужно место для того, чтобы нарисовать еще одно свойство. Значит, это в С, это... Это... Так вот... Так вот... Монус 1. Теперь, если в диаграмме... Если диаграмма не является произведением двух диаграмм, и если в ней нет ни одного листа, то есть хорда, которая пересекает только одну другую хорду, то в ней обязательно встречается одна из двух следующих конфигураций. Либо вот такая, либо вот такая. Значит, что здесь нарисовано? Здесь нарисована хорда, которая вертикальная. И две другие хорды с соседними с ней концами, у которых концы соседние с этой хордой, по одну сторону от нее. Так что эти соседние хорды пересекают... Так что эти соседние хорды пересекают нашу выделенную хорду. Как доказать, что обязательно есть такая конфигурация? Полный порядок на чем? Холодно. Холодно, холодно. Давайте я дам подсказку. Подсказка состоит в том, что нужно определить длину хорды, взять самую короткую из хорды. Если правильно определить длину хорды, взять самую короткую из хорды относительно этой длины, годится любая самая короткая хорда, то она обязательно будет иметь вот такой вот вид. и тогда к такой картинке можно применить рекуррентное соотношение чему-то у Ларченко. Это рекуррентное соотношение выглядит вот так вот. Давайте я нарисую его для одной картинки, для второй оно будет похожим, я не буду его рисовать. Я неправильно, я прошу прощения, я неправильно нарисовал. Эту самую левую часть нужно рисовать вот так вот. Эти концы не обязаны быть соседними. Эти концы не обязаны быть соседними. я прикрою. Воде. Эта концы не обязаны ли обурब roхать. Эта концы не обязаны быть соседними. А я ещё уважена имуя, но это напомнил. Они не обязаны быть соседними. Они хотя бы охранposем ли, которые тоже в себе不好еfelяial. О-е하시는 반복, а я-good気 хордашки, Что означают эти картинки? У нас есть какое-то количество N хорд в этой диаграмме, в которой есть одна выделенная хорда и две соседние с ней тоже выделенные. Есть N-3 хорды, которые остаются одинаковыми во всех пяти диаграммах правой части этого равенства. Этот набор из N-3 хорды, он один и тот же во всех пяти диаграммах. Здесь в первой диаграмме мы просто поменяли местами соседние концы двух этих хорды. Внизу поменяли, здесь поменяли местами соседние концы двух этих хорды. Здесь сделали оба эти изменения вместе, а здесь вместо трех хорд у нас получилось две хорды, то есть количество хорд уменьшилось. В результате каждый из пяти диаграмм в правой части этого равенства оказывается проще диаграммы слева. В ней либо меньше хорд, как в последних двух диаграммах, либо меньше пересечений хорд, как в первых трех диаграммах. То есть с помощью рекуррентного соотношения Чмутова-Варченко мы диаграмму упрощаем. И рекуррентное соотношение состоит в том, что для того, чтобы вычислить значение варианта Чмутова-Варченко на левой диаграмме, нужно вычислить его на каждой из пяти диаграмм справа и, соответственно, взять сумму или разность вычисленных значений в зависимости от того, какие знаки тут стоят. Вот. Теорема Чмутова-Варченко говорит, что это определение корректно. АЦ – это буква. Буква, да. Значение инварианта на диаграмме – это многочлен. Инвариант – это способ сопоставить диаграмме некоторым многочленам. Вот переменная цена. Это определение корректно. Корректно. То есть, результат вычисления вычисления не зависит от порядка применения правил. Последовательно применяя эти правила, мы заменяем диаграмму, последовательно сводим все к диаграмме с одной хордой. Результат этого сведения не должен зависеть от того, в каком порядке эти правила мы применяем. И так оно и происходит. Так оно и происходит. Я оставляю здесь, в этом рассказе, в стороне огромный пласт математики, который связывает эту науку с теорией узлов, теорией алгебры Ли, теория алгебры Хопфа, еще много чего. Значит, имеется огромный пласт математики, про который в том или ином виде на этой школе в предыдущие годы разные люди, включая меня самого, рассказывали. Вот, вы можете посмотреть. Для формулировки гипотезы это не очень важно. Для формулировки гипотезы это не принципиально, я теперь могу сформулировать гипотезу. Что? Он похожий. Я сознательно сказал, что я не буду рисовать. Значит, первые три картинки очень похожи. Первые три картинки также строятся. Две последние немножко отличаются. Не буду просто, не меняю принципиально суть рассказа. Значит, гипотеза. Многочлен ЛНТЦ это значение варианта Чмутова-Варченко. Варченко на диаграмме с Энхордами, которые все пересекаются между собой. Вы берете окружность и проводите в ней Энхорд-Диаметр. Вы получаете диаграмму, в которой все хорды пересекаются между собой. И гипотетически эта непрерывная дробь дает последовательности многочленов, которые от переменной С, которые получаются таким. Понятно содержание гипотезы? Понятно. То есть у нас имеется некоторое правило вычисления многочленов по хордовым диаграммам. утверждается, что если мы будем применять это правило к диаграмме, в которой любые две хорды пересекаются, то на выходе, до тех пор, пока не получим соответствующий многочлен, на выходе мы получим последовательность многочленов, которые даются вот этой самой непрерывной дроби, которая здесь находится. Да. Ну смотрите, давайте посчитаем его. Давайте я его обозначу, скажем, W. Давайте что-нибудь посчитаем. Значит, давайте посчитаем W от вот такой диаграммы. Это очень просто, потому что мы можем применить третье правило, правило пролист. И согласно этому правилу значение должно быть C-1 умножить на W от диаграммы с одной хорды, потому что здесь каждый из хорды является листом. Мы можем ее выкинуть. W на диаграмме с одной хорды это C, поэтому здесь стоит C умножить на C-1. А это в точности то, что написано здесь в качестве коэффициента при Т-вкладе. треугольник. Для треугольника для а если мы будем считать то же самое для диаграммы из трех хорды, то мы получим многочлен третьей степени. Тут нельзя сказать какой, потому что я не написал вторую часть правила, вторую часть рекуррентного соотношения, но на самом деле если ее написать, то получится в точности вот это самое умножение. C умножить на C-1 на C-2. Вообще правило Чмутова-Варченко устроено так, что как нетрудно видеть на диаграмме с N-хордами мы опять-таки получаем многочлен степени С со старшим коэффициентом единицы, ну и если эта диаграмма не пустая, то у него свободный член будет равен ноль. То есть такие вот простые проверки проходятся, но конечно это далеко не полное равное. Вот теперь я хочу немножко вернуться назад и поговорить про непрерывные дроби такого вида вообще, как про них правильно думать, как они возникают и какие вопросы про них правильно задавать. я пожалуй хочу оставить дробь этой доски. да, я не сказал, что эта гипотеза проверена. До порядка n равно 16, по-моему, до порядка n равно 16. Проблема в том, что вычисление по формуле Чмутова-Варчинга проводить очень трудно, потому что в этом рекуррентном соотношении диаграмма заменяется пятью другими диаграммами. Каждая из них проще исходной, их пять штук. То есть на каждом шаге мы заменяем вычисление одного многочлена вычислением пятью других многочленов. И поэтому сложность этого алгоритма вычисления по этому правилу экспоненциально и досчитать удается совсем недалеко, но вот до порядка 16 утверждения проверено. И оно доказано для коэффициента при линейном члене нашего многочлена. Вот для чисел 1 2 7 и так далее доказано, что это правило действительно работает, что совпадение имеется. Это сделал такой магистрант Евгений Борисовича Фейгина Анж Бежени года 4 наверное назад он это доказал и опубликовал соответствующую работу. Откуда берутся непрерывные дроби? Давайте рассмотрим такой ряд. Давайте я его обозначу С от Т 1 плюс С плюс 2 С в квадрате плюс 5 С в кубе плюс 14 С в четвертой плюс 42 С в пятой плюс 3 Что это за число? Число каталон. Это число каталон. Что будет если мы возведем число каталона? ну давайте их понимать как число правильных скобочных структур скобочных структур структур из n пар скобок. Ну например не знаю при n равном 2 у нас имеется такая скобочная структура и такая скобочная структура. Две правильные скобочные структуры которые дают коэффициент 2 3 можно нужно нужно иначе все это поставит в тупик любого слушателя. если не заменить то конечно это буква t а вовсе не буква c которая там везде присутствует. Спасибо в тупик вот давайте возведем эту функцию в квадрат это будет 1 умножить на 1 это будет 1 дальше 1 умножить на t плюс t умножить на 1 это будет 2t плюс значит 1 умножить на 2t в квадрате плюс t умножить на t в квадрате плюс 1 умножить на 2t в квадрате это будет 5t в квадрате плюс 14t в кубик плюс 42t в четвертый плюс если мы умножим получившийся ряд на t c в квадрате от t мы получим что мы получим мы получим c от t минус 1 утверждение про то что это действительно так вы можете рассматривать себе в качестве задачи можете рассматривать себе в качестве задачи задача очень известная и довольно простая теперь я хочу переписать это равенство это такое квадратное уравнение на функцию c от t которое естественно несложно решить и найти чему равна эта функция но я хочу сделать с ней другую вещь я хочу написать это уравнение следующим образом значит я хочу написать c от t выразим c от t из этого уравнения мы получаем что c от t равно единице разделить на единице минус t c от t правда из этого давайте подставим в правую часть этого равенства выражение выражение c от t из левой части c от t из левой части это будет единица поделить на единица минус t c от t давайте сделаем то же самое это будет еще разок единица поделить на единица минус t поделить на единица минус t поделить на единица минус дальше я уже буду дальше я уже буду и так далее тем самым функция c от t представляется в виде непрерывной дроби все коэффициенты в которой равны либо единице либо минус единице что лишний раз подчеркивает фундаментальную роль чисел каталана значит числа каталана функция коэффициентами которой являются числа каталана представляется в виде представляется в виде непрерывной дроби все коэффициенты в которой равны единице ясно что единица это такой фундаментальный объект и числа каталана это такое первичное первичное состояние нашей первичное состояние первичный объект во всевозможных рассмотрениях связанных с непрерывными дробями значит единственное что мне здесь хочется немножко исправить давайте я буду писать эту непрерывную дробь не в таком виде а в виде единицы поделить на единицы минус t в квадрате поделить на единицы минус t в квадрате поделить на единицы минус t в квадрате и так далее то есть на самом деле я сделаю подстановку вместо t подставлю t в квадрате чтобы коэффициенты получившиеся функции были числом правильных скобочных структур из n скобок, а не из n пар скобок. Значит, как нужно понимать вот это вот равенство? Как нужно понимать, что c от t это такая непрерывная дробь? Если мы обрежем нашу дробь на каком-то шаге, возьмем конечную дробь, не бесконечную, а конечную дробь, не бесконечную, а конечную дробь, здесь такую вот единицу поделить на единицу минус t в квадрате, то мы путем естественных преобразований легко преобразуем эту дробь в отношение двух многочленов. Это будет рациональная функция. Давайте я куда-нибудь сюда продлю это равенство. Это будет рациональная функция. Единица минус t в квадрате поделить на единица минус 2t в квадрате, если я правильно сосчитал. И для того, чтобы понять, в какой ряд раскладывается эта функция, нам достаточно воспользоваться формулой для суммы геометрической прогрессии. это будет единица минус t в квадрате умножить на единицу плюс 2t в квадрате плюс 4t в четвертой плюс t в четвертой, прошу прощения, плюс и так далее. Это будет единица плюс t в квадрате. Что же здесь будет следующим? Коэффициент при t в четвертой будет минус 2t в квадрате плюс 4t в четвертой плюс 2t в четвертой, плюс и так далее. То есть до какого-то момента, до момента, определяемого местом, на котором мы оборвали нашу дробь, коэффициенты полученной функции будут совпадать с коэффициентами нашего ряда. И чем позднее мы ее обрываем, тем точнее совпадение. Чем позднее мы обрываем непрерывную дробь, тем точнее совпадение коэффициентов полученного раздражения. Точнее в смысле, что большее количество коэффициентов оказывается теми же самыми коэффициентами разложения. Точно так же нужно понимать и вот эту непрерывную дробь, коэффициенты, которые уже зависят от переменной c. Она понимается точно так же, только коэффициенты разложения будут уже не константами, как в случае чисел Каталана. Они будут многочленами от переменной c. Откуда берется такая гипотеза? Давайте посмотрим на, в некотором смысле, более простую ситуацию, а именно ситуацию, связанную с хроматическим многочленом графа. Значит, графа G. Это число правильных раскрасок. Раскрасок вершин графа G в цвет цветов. У нас есть граф. У нас есть граф. Есть набор из c цветов. Мы раскрашиваем вершины нашего графа в c цветов так, чтобы никакие две соседние вершины не были покрашены в один цвет. Такая раскраска называется правильно. И считаем количество таких раскрасок. Вот для нарисованного графа чему равен хроматический многочлен? У нас три вершины, каждые две из которых соединены к ребру. Чему? Чего три? Многочлен от c должен быть. От c. Нам нужен многочлен от переменной c. У нас c цветов в запасе. Можно и начать. Верхнюю вершину можно покрасить любой из c цветов. Верхнюю вершину можно покрасить любой из c цветов. Соседнюю с ней вершину мы можем покрасить в любую из c-1 оставшихся цветов. Третью вершину мы можем покрасить в любую из c-2 оставшихся цветов, еще не используем. Обратите внимание, что многочлен, который стоит здесь, многочлен при t в кубе. Это c умножить на c-1 умножить на c-2. То есть, многочлен, который получается в разложении непрерывной дроби, написанной справа непрерывной дроби, являющейся коэффициентом при t в кубе, совпадает с хроматическим многочленом полного графа на трех вершинах. Что? При c в квадрате коэффициент получается отрицательным, совершенно верно. Это будет c в кубе минус 3c в квадрате плюс 2c. Более того, несложно доказать, что в любом хроматическом многочлене знаки коэффициентов альтернируют. Первый знак, коэффициент при старшем члене это единица всегда, при старшей степени c. Следующий отрицательный, следующий положительный. Можете считать это задачей. Количество окрасок в два цвета – это результат подстановки c равно 2. Если мы подставляем c, равное 2, то ответ получается равным… У нас нулевое количество раскрасок, потому что не существует правильных раскрасок вершин полного графа в два цвета. Потому что если вы потратили первый цвет на одну вершину, второй цвет на другую, то на третью вершину уже никаких цветов не остается. Вы все истратили. У вас было всего два цвета, и вы все истратили. А в три цвета можно покрасить шестью способами. Потому что вы красите, берете любой набор различных цветов и переставляете эти цвета произвольно-напросто. Вот. Значит, давайте я обозначу через КН полный граф на… Полный граф на Н вершинах. Значит, это у нас К3. К2 – это отрезок. Ну и так далее. Полный граф на Н вершинах – это граф с Н вершинами, любые две вершины, в котором соединены ребрами. Вот. Тогда чему равен хроматический многочлен такого графа? С умножить на С минус 1 умножить на С минус 2 до С минус Н плюс 1. Значит, это многочлен степени Н со старшим коэффициентом 1. Ну и доказательство точно такое же, как мы с вами уже сосчитали, как мы с вами уже доказали для случая трех вершин. Вот. Теперь давайте составим из этих хроматических многочленов ряд. Составим из этих хроматических многочленов ряд. От суммы ряд, значит, таким же образом. Сейчас я это нарисую. Значит, сумма хроматических многочленов от С на Т в степени Н, это будет единица, значит, Н меняется от нуля до бесконечности. Это будет единица плюс С на Т плюс С на С минус 1 на Т в квадрате плюс С на С минус 1 на С минус 2 Т в кубе плюс и так далее. Так вот, этот ряд представляется в виде непрерывной дроби, имеющей следующий вид, имеющей следующий вид. С на С минус 1 на Т в квадрате поделить на единицу минус С минус 4 Т плюс 3 на С минус 2 Т в квадрате. По какому правилу строится эта непрерывная дробь? Да, значит, коэффициент при Т в Н-той строчке это С минус 2, ну, скажем, Н минус 1, наверное, да? Т в квадрате плюс Н на С минус 1, Н минус 1 Т в квадрате. Значит, доказательства этой формулы я вам оставляю в качестве задачи. Это всегда приятно, всегда приятно доказывать такие формулы. И вот здесь мы видим существенное отличие между той непрерывной дробью, которая возникает. Между прочим, эта непрерывная дробь, если мы знаем ее вид заранее, определяется совершенно однозначно, если она действительно существует, то ее вид однозначно определяется вот этим вот разложением. Не бывает двух разных разложений рядов непрерывной дроби, одного и того же ряда, двух разных представлений одного и того же ряда, видением прерывной дроби такого вида. Вот. Видно, в чем принципиальное отличие вот этой непрерывной дроби для достаточно простой последовательности многочленов, и вот этой непрерывной дроби для куда как более сложной последовательности многочленов, несмотря на то, что они очень похожи по виду, несмотря на то, что на начальном отрезке до порядка 3 эти две последовательности многочленов совпадают. Значит, здесь у нас стоит коэффициент, который зависит от N линейно. Это коэффициент при T. При T квадрат коэффициент зависит от N квадратичного, ну или точнее коэффициент при C зависит линейно, это просто N, а при свободном члене он зависит от N квадратичного, это N умножить на N минус 1. Здесь же коэффициент при N, коэффициент при T, при линейном члене, зависит от N уже квадратичного. Тут стоит N умножить на N минус 1. Там, где стояло 2N, стоит N умножить на N минус 1. Зависимость идет квадратичная. А коэффициент при T квадрат, коэффициент при C зависит от N квадратичного, стоит N квадрат. А при свободном члене является многочленом от N четвертой степени. Это N в квадрате умножить на N в квадрат минус 1 разделить на 4. То есть вот эта непрерывная дробь в этом смысле оказывается гораздо сложнее непрерывной дроби для последовательности нисходящих факториалов. Значит, C умножить на C минус 1 умножить на C минус 2 и так далее. Это последовательность нисходящих факториалов. Она или последовательность хроматических многочленов полных графов устроена достаточно просто. И непрерывная дробь для нее довольно простая. А вот непрерывная дробь для... Гипотетическая непрерывная дробь для значения инвариантов чему-то у Варченко на хордовой диаграмме, в которой все хорды пересекаются. А понятно, что хордовая диаграмма, в которой все хорды пересекаются, имеет непосредственное отношение к полным графам. Каждая хордовая диаграмма, мы можем сопоставить ее граф пересечения. Хордовая диаграмма. Ее граф пересечения. Вершины этого графа... Ну, давайте я добавлю еще одну хорду. Вершины этого графа... Это хорды нашей исходной диаграммы. И две вершины пересекаются. Две вершины соединены ребром только в том случае, если соответствующие хорды пересекаются. В каждой хордовой диаграмме мы можем сопоставить ее граф пересечения. И если в хордовой диаграмме все хорды пересекают друг друга, то ее граф пересечения является полным графом. Тем самым... Да. Спасибо. И граф пересечения такой хордовой диаграммы, ее полным графом. Это полный граф. И значение инварианта Чмутова-Варченко на такой хордовой диаграмме, это как бы значение инварианта Чмутова-Варченко на полном графе. Для того, чтобы придать словосочетанию как бы точный смысл, давайте я сформулирую теорему, которую доказали мы с Чмутовым. она состоит в том, что значение инварианта Чмутова-Варченко Чмутова-Варченко на хордовой диаграмме зависит только от графа пересечения этой диаграммы. тем самым эта теорема означает, что если две хордовые диаграммы имеют изоморфные графы пересечений, то и значение инварианта Чмутова-Варченко на этих двух диаграммах одно и то же. то есть в каком-то смысле, я не буду сейчас говорить в каком, инвариант Чмутова-Варченко – это инвариант графов. Например, Полина Филиппова много чего замечательного насчитала про этот инвариант. и совершенно неожиданного, я должен сказать. хотя его свойства еще крайне далеки от понимания, и мы хотели бы разбираться в них гораздо глубже. и вот эта вот гипотеза про непрерывную дробь – это одна из, один из тех вопросов, в которых хотелось бы разобраться, в которых хотелось бы понимать, и хотелось бы понимать, какую роль здесь играет многочлены четвертой степени, почему при переходе от хроматического многочлена инвариантом Чмутова-Варченко степени коэффициентов в разложении функции, соответствующей в непрерывную дробь, 2 инвариант. Значит, давайте я сформулирую еще пару задач про непрерывные дроби, которые, может быть, вам будет приятно решить. Давайте возьмем такую непрерывную дробь. 1 разделить на 1 минус 1 в квадрате t в квадрате, разделить на 1 минус 2 в квадрате t в квадрате, разделить на 1 минус 3 в квадрате t в квадрате. Спрашивается, что это за функция? Или такая непрерывная дробь, 1 разделить на 1 минус 1 умножить на 2 t в квадрате, 1 минус 2 умножить на 3 t в квадрате, 1 минус 3 умножить на 4 t в квадрате и так Я хотел рассказать еще один коротенький сюжет, в котором непрерывные дроби заменяются другими похожими объектами Для этого мне нужно увеличить необходимый бэкграунд Для того, чтобы понимать то, что я рассказывал до этого момента, достаточно было знать, что такое сумма геометрической прогрессии, сейчас это будет уже недостаточно, а нужно будет знать больше, а именно, что такое вот такая вот сумма 1 плюс 1 разделить на 1 факториал t на 2 факториал t в квадрате Что это такое? Экспоненты, это е в степени t Давайте рассмотрим такую функцию, которую Эйлер назвал функцией Ламберта Функция Ламберта Я здесь букву Л уже использовал, и W использовал, какие еще буквы есть? Пусть это будет буква Пси Пси от t Это есть сумма от n равного 1 до бесконечности n в степени n-2 поделить на n факториал на t в степени n Это 1 t плюс при n равном 2 При n равном 2 это что? 1 четвертая t в квадрате А, нет, 1 вторая t в квадрате Плюс при n равном 3 это будет 3 плюс 1 вторая t в кубе Что такое n в степени n-2, знаете? Значит, n в степени n-2 Это количество Давайте я скажу корневых деревьев Деревьев На n занумерованных вершинах Например, при n равном 2 При n равном 2 Сейчас У нас что-то не сходится на единичку При n равном 2 мы должны иметь двойку, а тут получается единица Знаете, наверное, здесь n-1 Нужно стоять n в степени n-2 это просто количество деревьев Если еще корень выберем, да, у нас есть 1-2 Мы можем выбрать такой корень Или мы можем выбрать такой корень n в степени n-1, соответственно, здесь должно быть здесь t в квадрате, а здесь должно быть 9 вторых Нет, 3 вторых Вот так вот Тогда, как доказал Эйлер, эта функция удовлетворяет следующему уравнению Си от т равно t на е в степени v от t Е в степени t в си от t Хорошо, а теперь давайте сделаем с этим равенством в точности то же, что мы сделали с вами с функцией каталана А именно выразим, подставим в это равенство ψ от t, правую часть этого равенства ψ от t, выражение для ψ от t из левой части. Мы получим t на e в степени t на e в степени ψ от t. И сделаем это дальше до бесконечности. То есть функция Ламберта играет для экспонент ту же самую роль, что функция Каталана играет для непрерывных дробей. Это такая элементарная, первичная, элементарная непрерывная экспонента. Насколько я знаю, непрерывными экспонентами почти никто не занимался. И там непаханное поле. Хотя для них должна существовать теория, которая совершенно аналогична теории непрерывных дробей. Только если в теории непрерывных дробей речь идет об обыкновенных производящих функциях, то в теории непрерывных экспонентов речь должна идти об экспоненциальных производящих функциях. Об экспоненциальных производящих функциях. Функциях, в которых, коэффициенты которых разделены на факториалы соответствующие, на n-факториал. И я думаю, что вопросы аналогичные той гипотезе, которую я вам сегодня объяснял, для непрерывных дробей должны естественным образом возникать, скажем, при изучении чисел Гуровица. Простейшими вариантами чисел Гуровица являются вот эти числа. Количество корневых деревьев, то есть там имеется совершенно непаханное поле с, я полагаю, чрезвычайно интересными свойствами. Давайте я на этом остановлюсь. Спасибо.